Сука Очки вспотели Уверен, что последние три недели большинство из вас ждали далеко не этого ролика И на самом деле, я тоже так думал Примерно две недели назад по расписанию должен был выйти обзор Мафии Который, кстати, у меня готов примерно наполовину За это время игру я успел пройти аж два раза При этом завершил почти все сюжетные квесты в режиме свободная прогулка на максимальной сложности И, кстати говоря, мой вам совет Если когда-нибудь вы решитесь пройти квест под названием Взрывоопасная ситуация И при этом вы дорожите своей психикой Ни в коем случае, блять, не проходите ее на максимальной сложности Я вас предупредил Так вот, пока большинство из вас ожидали от меня обзор игры В это время я чуть было не заказал сам себе гроб На те деньги, что были отложены на PlayStation 5 Да, вы все правильно поняли За это время я фактически успел переболеть короной Многие спросят, почему фактически? Да потому что в тот день, когда я смог хотя бы адекватно выйти из дома, чтобы сдать анализы Мои результаты Охуеть, конечно, с этого можно Оказались отрицательные Я проверялся в частной клинике за деньги Меня прям уверяли, что никакой ошибки быть не может Предложили пройти томографию Правда, уже в другой клинике, потому что там было негде Повреждения легких около 8% И при этом мне подтвердили, что я болел не простудой Как я изначально полагал А пневмонией Причем еще в такой достаточно легкой форме На самом деле, мне даже страшно представить, как выглядит более тяжелая форма Это, наверное, когда уже люди во всю кровью харкают Но, учитывая то, как я больше недели дико кашлял Ночами целыми не спал То, сколько мокроты из меня вышло Я, честно говоря, удивлен, как из меня кровь не пошла Блядь, я не представляю, как сталкаш умудряется 4 года подряд сниматься в маске Потому что харя так дико запотевает Что тяжело элементарно говорить 8% повреждений На самом деле, это не настолько критичные показатели Как меня заверяли врачи У вилсакоматок вообще около десятки Да, кстати говоря, с вилсакомата все и началось Потому что в тот момент, когда я к нему приезжал Ни одна паскуда из его офиса не сказала Что петух, пфу, блядь, петухов является носителем аж с июля месяца Это фиаско, братан Я к чему все это вообще рассказываю Сейчас назревает вторая волна эпидемии Она фактически уже созрела Зараженных, скорее всего, станет еще больше Не стоит настолько пренебрежительно относиться к своему здоровью Вы что думаете, продавцы, охранники Они просто так что ли выебываются и требуют с нас маски Они точно так же боятся заразиться, как и все остальные Через них проходит тысячу людей Люди по 12 с хуем часов не снимают маски И потом домой приходят вот с такими красными ебальниками Тебе что, сука, трудно надеть вот эту сраную тряпку Хотя бы на полчаса и проявить солидарность Вы думаете, что это бред? Это не бред Хотя в глубине души я тоже так думал Потому что у себя в городе я на тот момент практически никогда не соблюдал дистанцию Маску носил через раз Ну, потому что иногда забывал В Москве, конечно же, был поумнее Потому что на тот момент там больше половины ходящих овощей ходили без масок Все из себя такие смелые, неуязвимые Уязвимые, сука, все! И как оказалось, я тоже По этому поводу я высказался Че у нас сегодня? Обзор на мафию выпускать, скорее всего, я уже не стану Потому что в плане сроков мне, как я говорил, поднасрала болезнь Ну и, как говорят обычные гении-разумисты Все, что выходит после Ну, я думаю, вы сами догадываетесь, кого Уже, как правило, не актуально Если вам от этого станет легче То у меня почти что готов ролик про локализацию игр Об этом видосе я тизерил еще где-то месяц назад Вы думали, я забыл? Хренас 2, я все прекрасно помню Там будет небольшой разбор мафии в качестве примера Ну и еще парочки других игр, конечно же На сегодня же я решил пока сделать другой видос Тоже не менее интересный и информативный И будет он посвящен вот этому замечательному микрофону И я почти уверен, что после обзора он понравится многим Так что обязательно досмотри ролик до конца Скорее всего, именно тебе он достанется на шару От меня Скорее всего, многие помнят, что в первые годы моего канала Приобрести себе нормальный микрофон Это было не просто невезение А какая-то долбанная проделка сатаны Никогда мне с ним не везло Либо были деньги, но уходили на проживание Либо денег не было и приходилось брать кредит на телефон Многие, возможно, не догоняют, причем тут вообще телефон Да в том, что изначально весь свой контент я записывал на диктофон телефона С достаточно посредственным качеством Затем телефону пришла труба Вот так ирония А на что записывать свой голос потом я вообще не представлял Кроме того, и звонить мне было не с чего Потому как я сидел с костылями раньше, так и сидел дальше Вплоть до 18-го года Судьбу дальнейшего контента в итоге изменил подписчик из Самары Который решил себя когда-то попробовать на ютубе Вложил ради этого немало денег А по итогу Все не так классно через два месяца, как хотелось бы Да, контент у него не задался Он расстроился и подарил мне свой личный микрофон Блюетти Абсолютно новый Ни царапинки, ни потертости Будто им вообще не пользовались Дико красивый, дорогой Но попользовавшись им какое-то время Я только сильнее убедился Что денег он своих вообще не стоит Сейчас я попробую пояснить Блюетти действительно считается, наверное, самым популярным устройством записи даже по сей день Вот только разница между терминами «популярный» и «качественный» в случае с этим микрофоном на сегодняшний день Оно очень размыто Нет, микрофон хороший Но это максимум, как его можно описать Он выдает неплохой звук Обладает очень утонченным и строгим дизайном Этими характеристиками он и привлекает многих Ибо особую изюминку при правильной съемке своего же хлебала Он визуально добавляет некую серьезность ведущему Вот перед ним ноутбук Красивая обстановка Да еще и стильный микрофон Наверное, этот человек шарит за технику Заботится о качестве своего же контента А если он еще и загуглит название Подумает, что человек, видимо, неплохо так зарабатывает Но на самом деле Это практически игра в имитацию Если лет 6 назад большой спрос на Блюетти Был обоснован достаточно низкой конкуренцией То сейчас, учитывая масштабы популярности Твича, Ютуба За эти же последние 6 лет Индустрия стримерских микрофонов стала стремительно разрастаться От более дорогих до более дешевых И это круто Ведь зачем покупать вещь с переизбытком функционала за дорого Более того, переплачивать за сам бренд Когда можно найти то, что тебе нужно И при этом дешевле Что под этим я имею ввиду? Блюетти дорогой не только потому, что он популярный и стильный А многие берут его как раз только из-за этого Что, как по мне, очень глупо Он к тому же многофункциональный Имеет аж 4 режима записи Кардиоидный Это самый основной режим при подкастах Чтобы отсекались лишние шумы сзади И какая-то часть с боков Захватывая только ваш голос Этот режим используется вот прямо сейчас Стереорежим У которого Весьма-весьма Узконаправленная Область применения Но тем не менее Адекватно подходит Для записи Всеми нами знакомого АСМР-контента Конечно, тех, кто производит ASMR контент, их уже априори тяжело назвать адекватными Но тем не менее... ААААААААААААА! Никогда не доверяйте ASMR контенту! Тем более, если его делаю я! Еще есть всенаправленный захват Это когда микрофон записывает звук абсолютно со всех сторон Что справа, что слева, что спереди, что сзади Честно говоря, тоже довольно себе спорное решение Потому что то, сколько он захватывает лишних шумов Мама дорогая, это пиздец Ну и, наверное, самый непопулярный режим захвата Спереди и сзади Предназначенный для записи тех же интервью Или любого другого похожего контента Где собеседники сидят друг напротив друга Исходя из этого, какой режим самый востребованный? Конечно же, кардиоидный Ибо основной прицел захвата идет в вашу сторону Туда, куда вы говорите Уже в момент записи отсекаются часть лишних шумов Голос приобретает насыщенность и четкость А уже после дальнейшей обработки Приобретает практически студийное качество После всех этих примеров Могу ли я рекомендовать блюете новичкам? Упаси боже нет! Спросите, а зачем же тогда я им пользуюсь? Ну, за два года я к нему банально привык Конечно, учитывая последнее событие Заимев хорошую и дорогую звуковую карту Дорогую, это даже мягко сказано Я подумываю, рано или поздно вообще слезь с USB микрофонов И купить что-то такое более серьезное Ну, как бы время идет Качество нужно постепенно расширять Не знаю, конечно, будет ли с этого толк Время, как говорится, покажет Я к чему все это веду? Блюети на данный момент морально устарел На него многие засматриваются Лишь потому, что чей-то любимый стример Или блогер им пользуется А значит, он точно классный Возьму я себе такой же Ну вот я пользуюсь блюети И все равно не советую его брать Причем я всегда это говорил Не потому, что он говно А потому, что функционально перенасыщен Это американский бренд Наценка за нее охереть можно Особенно сейчас, когда курс очень нестабильный Вы заплатите дохуя Очень дохуя Но по факту будете пользоваться только одним режимом А что если я скажу, что можно и не переплачивать Купить то, что действительно необходимо Получить такую же компактность Даже лучше И при этом Звук фактически не будет отличаться Такой есть И вот он перед вами Микрофон от фирмы FIFINE Модель K678 На самом деле Об этой фирме я впервые услышал Где-то еще год назад Причем от своих же знакомых Которые ко всему прочему Пользуются их микрофонами Правда Модели у них там чуть помладше Соответственно дешевле В основном отзывы были только положительные А попользовавшись какое-то время Обозреваемой моделью самостоятельно Я в этом только сильнее убедился Че меня с лета удивило Это упаковка Она просто Очень добротная Стильная И главное дело Внутри все упаковывается Плотным спененным материалом Кстати Наверное многим интересна Цена за такую прелесть 6000 рублей То есть Дешевле в люете Раза в два Внутри у нас имеется сам микрофон Причем уже в собранном виде Провод с USB на мини-USB Специальный переходник С резьбой под пантографы Ну и еще инструкция Как будто Блять их кто-то читает Че по самому микрофону На самом деле Я подозревал то Что девайс будет меньше Своего более популярного конкурента Но На самом деле Я и не представлял Что настолько В то же время У меня не повернется язык Сказать что он легкий Ибо его вес в сборке Составляет Чуть больше 700 грамм Это прям Увесистая конструкция Без преувеличения При всем при этом Это не минус А очень хорошее преимущество Учитывая его дополнительный функционал Как возможность подключения К нему наушников Если во время записи Вы там как-то случайно Задели провод С минимальной долей вероятности Микрофон вообще Сдвинется с места Из-за чего Вы не похерите запись Все из-за того что корпус микрофона Полностью сделан из металла Включая саму подставку Дизайн строгий И вполне сдержанный Конечно Визуально кажется Что он Немножко так скопипизден Сами думаю догадываетесь откуда Но я вам скажу честно Это даже и хорошо Тем более Если учесть современные тенденции От прочих фильм Где на микрофоны За каким-то лешим Еще суют подсветку И как следствие За подобный уникальный В кавычках конечно же Дизайн Вы должны будете доплатить Ну потому что никто Не будет ее туда совать бесплатно Но я не знаю Это хоть и вкусовщина Но именно в устройствах Имеющие отношение к звуку Наушники Микрофоны Я вообще не выкупаю Подобного прикола В этих девайсах Подключаем его к компьютеру И нам сразу в глаза Бросается индикатор В выключенном режиме Он всегда горит красным Если на кнопку нажать Загорится зеленый С одной стороны Это конечно же удобно Отслеживать состояние микрофона И случайно Как идиот Не записать пустую дорожку А на своем Блю я это регулярно делал Стримы мои Только вспомните Но с другой стороны Я считаю Не совсем было удачным решением Оставить красный индикатор Гореть постоянно Потому что Он может раздражать Если тем более Вы сидите в темноте А микрофон Стоит вот прям совсем рядом Возможно было бы лучше Организовать только Зеленое свечение Но потому что В любом случае Будет понятно Когда устройство работает А когда нет В плане настроек На самом деле Тут вообще нет Ничего сложного Но как по мне Есть один момент Который может Так слегка ввести В заблуждение Это уровень Самого микрофона Точнее то Как его настраивает Сама винда По умолчанию Система выставляет Уровень в 93% И это очень много Уровень как правило Отвечает за чувствительность Микрофона При самой записи И по логике Чем увы меньше Ну в разумных Конечно же пределах Тем лучше В инструкции же Нам вообще рекомендует Поставить уровень Аж 80% И на самом деле Это тоже многовато Потому что в итоге Будут загребаться Больше лишних шумов Как с вашей стороны Так и некая доля С боков В качестве примера Для своего личного Микрофона Я ставлю вообще 50% Ну и стоит Наконец-то пояснить За счет чего Он такой дешевый Да я понимаю Что 6К чисто морально Тяжело отнести К чему-то такому бюджетному Но если говорить Именно за микрофоны Тем более из разряда Подключи и пизди Пока язык не отвалится Поверьте Это еще не дорого Микрофон Как вы уже поняли Имеет аналогово Цифровой преобразователь У него есть звуковая карта А иначе Как бы вы еще туда Подключили наушники Если вам интересно Режет ли он Хоть как-то их качество На самом деле Я не заметил У меня конечно Не так много образцов Для проверки В основном Самые стандартные Ten Audio T2 Alenwar AV510H HyperCloud Которым Почти пришел пиздец Они стали хрипеть Каких-либо Серьезных искажений Или сухости звука Аналогичная Как на встройке С моей материнкой Как будут обстоять дела С более серьезными Наушниками От 60 и выше Ом Я честно без понятия Но как правило Люди у которых Профессиональные наушники У них должна быть Профессиональная звуковуха Основная же причина Более адекватного ценника Это сам капсюль Потому что Он тут один И выполняет роль записи В кардиоидном режиме Однонаправленном Для стриминга Подкаста Это как раз то Что необходимо Потому что в других режимах Звук будет или колбасить В разные стороны В таком как стерео В других остальных Просто хавать лишние шумы И превращать звук Практически в кашу Давайте лучше проведем С вами пару несложных тестов Для понимания Вся моя речь Которая звучала чуть ранее Я ее записывал На свой личный микрофон А вот теперь Для более наглядной разницы Тест микрофона Fifine K678 И На самом деле Этот микрофон Я по понятным причинам Тестил еще раньше И объективно говоря Я не то чтобы Не почувствовал Прям какую-то Совсем весомую разницу Я ее не уловил вообще Единственное Что мне бросилось Почти сразу в глаза Это чувствительность Самого Самого капсюля Потому что Классическое расстояние Между мной И моим личным микрофоном Когда я делаю Какие-то аудиодорожки Оно достигает Ну примерно 5-10 сантиметров Точно не знаю С линейкой не сидел Так вот Когда я делаю То же самое С FIFINE С абсолютно Аналогичными Настройками Делая Подобную Запись Ну я думаю Я думаю Вы слышите Что звук Начинает Так серьезно Хереть Следовательно Минимально Адекватное Расстояние Именно с этим Микрофоном Должно Составлять Ну Плюс-минус 15 сантиметров И на самом-то Деле Это очень даже Хорошо Потому что Учитывая его Компактность Его не нужно Максимально близко Двигать к себе Он не будет Вам перекрывать Часть монитора А за счет кардиоидного режима Даже скорее всего Будет подавлять Шум от клавиатуры С одной лишь оговоркой Если клавиатура У вас мембранная Потому что Если у вас механика Ну там на самом деле Тоже смотря какая Потому что механики Бывают разные Есть такие прям Сильно клацающие Есть прям пиздец тихие Но Зачастую механика У людей все-таки громкая А значит микрофон 100% будет улавливать Ее шум Хотя В то же время Если у вас есть Видеокарты серии RTX И вы можете себе поставить RTX Voice Скорее всего Тогда Вам можно будет Вообще не заморачиваться У вас все будет заебись Раз уж мы тут заговорили Про режим записи Давайте-ка мы с вами Микрофон Немножечко покрутим Примерно До 180 градусов И по идее По идее Голос Должен быть слышен Уже на порядок Хуже И на самом деле Так и должно быть Конкретно в ноль Конечно мы его с вами Не уберемся Потому что происходит Так называемый резонанс Звук отражается От стены Возвращается к нам обратно Вообще на самом деле Существуют микрофоны С так называемым Супер кардиоидом У которых область Забора звука Гораздо Уже Но если я не ошибаюсь Их покупка имеет смысл Если комната у вас Вообще ничем не заизолирована О Кстати говоря Только сейчас додумался Давайте-ка мы с вами Проверим Один такой момент Имеет ли смысл К этому микрофону Вообще докупать Попфильтр Ну по логике Конечно я думаю нет Потому что 15 сантиметров Это не приговор С этим можно жить Но мне просто Самому интересно Сшит колпак Не Фу блять Сшит колпак Не по колпаковски Вылет колокол Не по колоколовски Надо колпак Переколпаковать Перевыколпаковать Надо колокол Переколоколовать Перевыколоколовать Я специально подчеркивал все вот эти взрывные звуки для лучшего примера, и на самом деле, честно говоря, вот по шкале я вообще не вижу чего-то прям сильно критичного. Ну давайте-ка теперь с поп-фильтром попробуем. Сшит колпак не по-колпаковски, вылет колокол не по-колоколовски, надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать, надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать. Блин, опять же, разницы, ну, практически нет. Допускаю, конечно, что в итоговой записи, когда я буду уже монтировать что-то возможное всплывет. Но, по-моему, по-моему, все абсолютно нормально. Что тут можно подытожить? Микрофон действительно топчик, вот прям без шуток. Я ожидал, конечно, многого, в том числе и того, что звук будет хуже, но, как оказалось, он не то чтобы оправдывает свою цену, а даже превосходит. Ну серьезно, придя на YouTube, большинство, дабы изначально выдать качественный контент, лезут куда-то совсем из крайности в крайность, смотрят туда, на что смотреть или рано, или не стоит вообще. Не всегда, конечно, это плохо, но, и опять же, в этом мало что хорошего, особенно если на YouTube вы только пришли. Помните, я говорил про чувака, у которого карьера не задалась? Чем вам не пример? Он буквально просрал деньги. А это, наверное, самое обидное, когда денег вложено до хера, сил столько же, а в итоге... Ничего. Не повторяйте подобных ошибок, если микрофон вас заинтересовал, его можно спокойно приобрести от производителя, причем сразу из России, без нужды ждать месяц или два, при этом не факт, что коробка до вас вообще доедет. Тут же все моментально, доставка в среднем длится неделю, плюс-минус пару дней. Для справки, вот цены других торговых площадок. Экономия в полторы тысячи рублей, это очень внушительно, разве нет? А хочешь экономию в 100% на этот самый микрофон? В таком случае, переходи по ссылке в описании в мой паблик, выполни пару несложных действий. Все сроки проведения будут там же, в паблике. На сегодня у меня все. Всем удачи. Субтитры подогнал «Симон»!